всем привет разбираю двухкомнатную квартиру точнее планировку в москве жилой комплекс олимпийской деревни новогорск и оттуда приходят запросы и немало поэтому одну из двушек я сейчас разберу а разбирать я ее буду по специальной таблице которую подготовил для вас дорогие мои которую вы сможете скачать дорогие мои по ссылке под этим видео скачивайте распечатывайте и сравнивайте вместе со мной в этой таблице 10 критериев четких и понятных по трем параметрам тоже в принципе четким и понятным вы можете добавить эту таблицу а если это сделаете то обязательно пришлите мне что добавили напишите в комментариях и возможно это попадет в эту самую полезную справедливую и честную таблицу и я ведь не застройщики составляли а совершенно другие не ангажированные люди ну ладно поехали олимпийская деревня новогорск это первый в россии пример полностью реализованного жилого комплекса класса бизнес плюс составе семейного спортивно образовательного кластера олимпийской деревне новогорск с рекордной инфраструктурой международного уровня собственные территории авторская архитектура индивидуальными планировочными решениями на этом мы остановимся поподробнее на индивидуальных планировочных решениях квартирами с террасами зимними садами двухуровневой набережной всесезонным бассейном с подогревом собственным выходом на гольф поле вышел на травке повалялся и убежал главное чтобы мячиком не прилетела комплекс расположен на берегу реки в уникальном экологическом окружении природного парка все квартиры свободной планировки сейчас посмотрим насколько они свободны высота потолка три и четыре метра вот это круто это круто ну что друзья давайте смотреть планировку все ли так про планировку мы знаем все пишут что это хорошо и замечательно у них самые лучшие уникальные прорывные подрывные в общем какие угодно свободные но мы не будем эмоционально на это реагировать мы возьмем таблицу и по ней сравним итак первый критерий из таблицы это градация интимности помещений я вам напоминаю поехали первое прихожая вторая кухня 3 зал 4 комната ну в принципе да здесь это соблюдено все необходимые нормы соблюдаются то есть прихожая общее пространство дальше вглубь уходим у нас получается ну возможно это детская будет а дальше это будет спальня уже возможно то есть эта штука есть поэтому ставим двойку кстати двойка это хорошо я напоминаю двойка это не как в школе двойку ставили а двойка это два балла то есть идеально первое это идеально из-за нее максимальное количество баллов двойка второе сойдет один балл и третье это отстой ну 0 естественно итак первый критерий максимальное количество баллов 2 второй критерий прихожая смотрим на прихожую прихожая должна быть соразмерно всему пространству всей квартиры что я имею ввиду соразмерно ну представьте здесь живет три человека но мы в основном все смотрим двушки ну кто мы я с расчетом того что вот в двушке живет три человека и этим трем человекам нужно раздеться после зимней прогулки вот они вместе пришли домой и снимают одежду смотрим а поместится ли они все троем в этой прихожей и я вижу что как-то с трудом потому что прихожая какая-то маленькая и эта проблема у нас проблемой я не знаю у нас проблемы флэчер никаких проблем нету вторая проблема а куда поставить шкаф вопрос на засыпку входная дверь дверь санузел дверь на кухню и налево коридор шкафов прихожей просто тупо нет следующее это прихожая проходная то есть мы будем все время разносить грязь но у нас пока еще асфальты не моют с мылом как в городе лондоне поэтому мне кажется что это не очень удобно комфортно и функционально мыть каждый день прихожую чтобы не дай бог там какую грязюльку не растащить этой планировки в жилом комплексе олимпийские ставлю 0 хотя олимпийцы наверное сочтут это за одно колечко олимпийское скажут все одно колечко заработали колечко одно есть у вас товарищи вот вам колечко кухня гостиная мы предполагаем что эта квартира для трех человек ну я предполагаю и значит две комнаты мы должны задействовать под одну детскую вторую спальню либо эта квартира для двоих человек тогда нам нужна всего лишь одна спальня так вот зависимости от этого сколько человек будет проживать вот этот параметр он либо хороший либо плохой если мы объединяем кухню и гостиную то мы получаем 30 метров это круто с панорамным остеклением то есть это вообще зашибись и здесь смело можно ставить прям вот двоечку то есть два балла то есть идеально но так как я рассматриваю квартиру для проживания трех человек то 17 квадратных метров под кухню гостиную это ни о чем поэтому здесь ну конечно ноль что тут на 17 метрах сделаешь ничего но напоминаю если бы я рассматривал для пары или одного человека то это нормально идеально двойку поставил два балла но это вы сами уже для себя решите чтобы вам это сделать скачайте таблицу распечатайте и сравнивать следующее мастер спальня здесь мастер спальня вот в данном варианте который предлагает застройщик ее просто нет ну вот мы идем по коридору смотрите утыкаемся в помещение 3 3 квадратных метра хочу это я побольше возьму планировку то у меня побольше есть друзья смотрите какая у меня есть крутая большая штука когда мы идем по коридору мы упираемся в гардероб и вот это гардероб скорее всего будет использоваться либо под верхнюю одежду кстати говоря либо под кладовую про которую дальше я расскажу так вот здесь есть дверь налево и направо на спальня налево это ванна кстати достаточно неплохого размера шесть с половиной квадратных метров но она общая она будет общая а мастер спальня это когда ванна своя личная и вход в нее из спальни с гардеробом а здесь этого нет понимаете то есть получается нет мастер спальни ведь в санузле который при входе мы не можем поставить душевую кабину в ванную чтобы ребенок мог здесь мыться понимаете да то есть в ситуации когда эта квартира покупается для трех человек родителей с ребенком это однозначно оценка 0 если эта квартира покупается для одного человека или для 2 для пары то здесь спокойно делается мастер спальня вот здесь отсекается стеночкой дверью и вот это все пространство становится мастер спальни тогда да вот это мастер спальня здесь все хорошо здесь все отлично все прекрасно все идеально то есть перегородку можно поставить чуть спальню чуть поменьше сделать видите вот так вот сюда можно шкафчик один напротив шкафчик другой и вот у нас на право спальня с кроватью налево ванна вообще идеальная ситуация но напоминаю это если живет два человека или один тогда я бы поставил два балла а сейчас в условиях что эта квартира для троих это ноль баллов потому что это никакая не мастер спальню 0 дальше детская территория под детскую территорию здесь 24 квадратных метра для детской это прекрасно и ее можно конечно поделить на эти самые территории единственное что она будет без своего собственного санузла а это очень полезная штука но из-за того что она большого размера ее можно поделить на зоны вообще организовать прекрасно и замечательно я поставлю единичку 1 однозначно единичку поставлю если была там ванна гардероб место где водичку попить поставить то туда а так нет то туда а тут нет ну идем дальше идем дальше хранение хранения давайте смотреть хранение прихожая для верхней одежды места нет ну как вот вот вы поставите вот в этот коридор наверное ну шкаф ну давайте решим что он есть второе это гардероб при спальне но правда если вы перепланировку сделаете хорошо есть третье постирочная а вот постирочной не это куда ее здесь поставить непонятно то есть нет надо думать тогда может она появится но сейчас ее нет постирочной нет кладовая ее тоже нет и 5 это хранение в ванной ну здесь место есть где организовать это самое хранение поэтому ну пускай есть исходя из всего из этого я в общем делаю вывод что я готов поставить 1 балл что сойдет потому что постирочную можно организовать в гардеробе постирочную можно организовать в ванной но закрыть шкафами так чтобы это было не видно можно в гостевом санузле в общем этот вопрос можно решить складовой но наверное можно все-таки где-то в паркинге найти место но в принципе и в этой квартире тоже можно найти место поэтому я поставлю единичку с местами хранения хотя с большой натяжкой если честно дизайн это прежде всего порядок поэтому подумайте очень крепко над этим 5 видов хранения так что будьте внимательны друзья сразу же на старте ищите где вы сделаете у себя такие места зоны но я иду дальше место личного уединения честно говоря я его здесь не вижу вообще но кухня слишком маленькая здесь ничего не выгородить балкончика нет этот 0 5 квадратных метров это кондиционер поставить спальне ну спальня на для двоих она не для личного уединения остается ванна но и и тогда нужно делать так чтобы это была ванна для релакса а не постирочно помывочно это значит стиральную машину нужно убирать а убирать ее некуда потому что постирочной нету ну возможно куда-то в шкаф в общем таких зон нет поэтому я ставлю оценку 0 а вам дорогие зрители я напоминаю что это очень важные вещи в интерьере вот это вот это вот место где вы можете просто побыть один она очень важно раньше кстати знаете где уединялись вот раньше же не было мест личного уединения ну то есть взять там какой-нибудь средневековье то есть жили вместе одна общая комната в ней ели спали готовили гостей встречали потом все вместе валились на пол и спали ремесленники которые что-то делали они прямо на своем рабочем месте спали такого вопроса уединения даже не возникало и не было но тем не менее люди уединяли знаете где все же были очень верующие и очень часто ходили на исповедь так вот это комнатка куда закрывались это и есть место уединения где ты мог побыть один на один со своими мыслями господь 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 ну еще вариант куда-нибудь в поле убежать в лес походить побородить помедитировать ну вот и все вот такие места уединения вот а что здесь вы куда в церковь побежите или в поле куда-то ну не знаю а такое место должно быть место для уединения здесь его нет ноль ставлю ванная комната ванная комната во первых должна быть большой здесь 6 половиной метров это нормально в идеале оно должно быть с окном и здесь кстати если придумать новую планировку можно частично сделать стену стеклянной так что пользуйтесь моим советом ванна должна быть для релакса она не должна быть постирочно помывочной то есть убираем стиральную машину здесь этого нет но потенциал есть ставлю единичку следующая звукоизоляция очень носа звукоизоляция здесь полная бордольера то есть в тонкие перегородки и звуки ходят туда-сюда ее здесь просто нет чтобы вам добиться здесь звукоизоляция вам нужно ее просто проложить специальными материалами и тогда будет все окей но это очень такие существенные деньги а я говорю про звукоизоляция которая достигается с помощью правильного расположения комнат здесь такое расположение вот именно с этого ракурса именно с точки зрения звукоизоляция она далеко не самая удачная но даже неправильно я бы сказал поэтому я ставлю 0 ну и последняя моя любимая тема коридоры 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 коридор это бесполезное пространство которое просто ожирает место раз и жирает ваши деньги 2 нет ну вы конечно это купили это ваши квадратные метры они отапливаются они освещаются в них можно поставить шкаф но задумайтесь ведь как вы пользуетесь коридором зашли вышли быстро пробежали сквозь него и все и забыли вы в нем не живете вы живете в общем пространстве где кухня гостиная сидя на диване глядя телевизор готовить еду когда вы ванной моетесь когда вы спите вот те комнаты в которых вы проживаете и делать в двухкомнатной квартире длинный коридор как здесь это просто преступление потому что вы платите за каждый квадратный метр сколько там стоит квартира 300 тысяч за метр квадратный здесь 15 метров ну хорошо уберем пять метров ну как как бы под под прихожей здесь вместе с прихожей хотя она здесь не 5 квадратных метров мы получаем 10 квадратных метров по 300 тысяч или сколько там квадратный метр но даже сто В общем, умножать-то вы умеете, даже 100 тысяч умножить на 10, это получается миллион. То есть я что, миллион оплатил пустоту, что ли? Ну, в принципе, вы москвичи, вам нормально, в принципе, миллион туда, миллион сюда, ну как бы, окей, платите. Но я не готов, я ставлю нолик за эту ерунду. Итого получается 2, 4, 5. Ребята, планировка квартиры в жилом комплексе бизнес-класса с приставкой плюс всего лишь на 5 баллов по моему собственному критерию, по моей таблице. Может у вас как-то по-другому получится, попробуйте, попробуйте, скачайте табличку, напоминаю, она в описании под этим видео, совершенно бесплатно скачивайте, пользуйтесь. И может быть у вас выйдут совершенно другие баллы, и вы мне об этом расскажите, напишите в комментариях. Ну а пока подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, жмите на колокольчик.